и любители музыки. Начинаем нашу программу «Живые люди». Напоминаю, что программа называется «Живые люди», потому что, как правило, в нашей программе принимают участие люди, и в большинстве случаев это люди живые. Тем, кто смотрит нашу программу впервые, имеет смысл напомнить, что наша программа имеет скорее научный характер. В ней, приглашая специалистов, разбирающихся в музыке, мы пытаемся выяснить основополагающие вопросы музыкального искусства. Что такое музыка, откуда она берется, кто такие музыканты и что такое инструменты. Телефон прямого эфира 33-22-100. Сегодня, дорогие друзья, у нас замечательные гости. Эксперты в музыкальном деле. Гости из далекой заснеженной Эстонии. Решите представить вам группу «Авеню». Ой, да капель, да ой, да капель. Вышел во двор, послушал и спел. Ветер зануда, разогнал весь хмель. Ой, да капель, да ой, да капель. Мамка малыша кормила грудью, на плите достаивался сто день. Батька мастерил к обеду ложки, косточку собачки, рыбку кошки. Бабка по столу, самобраны, ху. Дед тащил косу, рубашка на изыраны, ху. Маленький просился на ручки, не давали спать. Камери, да сучки. Ой, да капель, да ой, да капель. Вышел во двор, послушал и спел. Ветер зануда, разогнал весь хмель. Ой, да капель, да ой, да капель. Казала цыганка на годы ему. Кольчугу-вязанку, щитой, к мечу расправит он плечи, Прыжком на коня посыпятся головы. Его голова. Девушки отдыхают. Ой, да капель, да вы плаканы, слезы, дождей нет Ой, да капель, да вы плаканы, слезы, дождей нет Самой ненед и ой, с горьlies, петель. Сколько не раскладывай колоды. Нет дороги у вольтачеры Ой, да капель, да ой, да капель Вышел во двор, послушал и спел Ветер зануда, разогнал весь хмель Ой, да капель, да ой, да капель Зрители, хлопайте, хлопайте, пришли, нужно хлопать Итак, дорогие друзья, группа «Авеню» у нас в гостях Владимир Чердаков, Кирилл Адылин, Кирилл Смирнов и Илья Лазарев Вот такие редкие эстонские имена Здравствуйте, дорогие друзья Привет всем Ну, первый традиционный вопрос Как дела? Как в Эстонии-то? Вы же обещали, что этот вопрос не будете задавать Нет, я не обещал задавать вопрос Не обещал не задавать вопрос, как вам в Эстонии Я спрошу вообще, как в Эстонии дела? Чудесно Совсем недалеко Я ожидал более развернутого ответа с описанием природы На самом деле у нас дожди Дожди, да? Как и у вас То есть климат похож? Еще как похож Мы на самом деле даже, когда смотрим прогноз погоды Мы смотрим прогноз погоды на Питер И там уже вычисляем, что у нас будет завтра Мы на самом деле смотрим тот же самый телеканал СТО Если удается поймать СТО, 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 ЛЕГЧЕ Хорошо, да? Вот там такой графикчик есть Температура написана И мы смотрим, замечательно Значит, у нас за окном приблизительно то же самое Это чтобы не выходить, правильно, на улицу? Так вы наши погодные братья, вот что я скажу Именно Приветствую Есть белые ночи? Тоже есть? Да Чем же вы отличаетесь от нас тогда, я не понимаю? У нас, когда на время белых ночей выключают свет в городе И поэтому все ходят и тыкаются друг от друга Белые от страха Ну, в общем, мы нашли несколько различий Дорогие друзья, дорогие телезрители Группа Веню Группа Веню Как интеллигентные люди Принесли с собой Пришли не с пустыми руками Принесли с собой свои диски Эти диски достанутся, конечно же, по нашей традиции Телезрителям, которые зададут Значит, вот первый диск Самый умный вопрос Самый глупый вопрос И просто вопрос Вот, если таких вопросов не будет, я все заберу себе Сегодня у нас не разыгрывается по традиции автомобиль Волга ГАЗ-24 Потому что ребята принесли диски Вините в этом их Ну что ж, дорогие друзья Имеет смысл, поскольку передача наша менее разговорная Более, так сказать, игральная Поэтому давайте продолжим концерт А потом вернемся к разговорам Спасибо Споем песню питерского автора Морозова Посвященную нашей речке Нарва Которая протекает как раз между Россией и Эстонией Речка чистая, а серебристая В нашей местности протекает И волшебницы, и люди добрые Эту речку увеличают Если в чем-то сомневаешься Или обидой горькой маешься Ты к реке поспеши Все и расскажи Ты к реке поспеши Все и расскажи В речку чистою, а серебристую Словно в зеркало смотрят люди Бросишь камшек ей на донышко И она тебя рассудит Поругать нерадивую Пожарить несчастливую А тому, кто влюблён Дарит свой поклон А тому, кто влюблён Дарит свой поклон А по камушкам, а по камушкам А по камушкам речка бежит Вдаль, далёкую, к морю синему Путь её беспокойный лежит А по камушкам, а по камушкам По круглым камушкам река бежит По круглым камушкам река бежит Льётся реченька, наши реченьки Задушевная и простая Только слушайся в эту музыку Твоего родного края А уедешь, если надолго За рекой вспыхнет радуга Чтобы ты не забыл Тех, кого любил Чтобы ты не забыл Тех, кого любил А по камушкам, а по камушкам А по камушкам речка бежит Вдаль, далёкую, к морю синему Путь её беспокойный лежит А по камушкам, а по камушкам По круглым камушкам река бежит По круглым камушкам река бежит Зона! А по камушкам, а по камушкам А по камушкам речка бежит Вдаль, далёкую, к морю синему Путь её беспокойный лежит А по камушкам, а по камушкам А по камушкам, а по камушкам По круглым камушкам река бежит По круглым камушкам река бежит, по круглым камушкам река бежит. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, из первых двух песен и из общения с вами можно сделать один вывод. У нас очень много общего. Во-первых, эстонский язык очень похож на русский. Погода, как вы говорите. И вообще, тон и, ну я имею в виду, стиль песен очень напоминают русские песни. Да, все это говорят. Ну почему-то там какие-то слишком русские. Да, нам все говорят, что вы там делаете. Да, кстати. А что мы там делаем? Да. Вам подробно? Все, нет, все, я понял. Вы там, наверное, живете и играете. Да. Прекрасно. У нас звонок от телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер, Диле. Ой, здравствуйте. Я вам сейчас попросила. Как вас зовут? Ирина. Ирина, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Звонок у меня нетрадиционный. Ориентации нетрадиционные? Нет, нет, нет. Звонок у меня нетрадиционный, потому что я в первую очередь хочу поздравить ваш канал. Ах. И вас в том числе, и всех работников канала. А группа мне очень понравилась. И я бы хотела пройти стихотворение. Эд, мы всегда рады выслушать любое стихотворение телезрителей. Стихотворение телезрителей является для нас неисчерпаемым источником бодрости. Большое спасибо. Итак. День рождения, это так приятно. А нам приятно поздравить вас и знать, представьте же отрадно, что есть канал, живущий лишь для нас. Не устаем смотреть по передаче, в прямой эфир пытаемся звонить. И жить уже не можем мы иначе. Мы разучились по-другому жить. Не очень утомляя нас рекламой, хорошей музыкой, наш услаждая слух, забрали в плен вы наши души. Ах, этот цвет, ах, этот звук. Желаем вам в ваш день рождения здоровья, радости, терпения. Ира, ваши аплодисменты. Ира, у меня нет слов. Да простят меня наши гости, вот они прослезились даже, что не совсем их касается сегодняшнего концерта, стихотворения, но стихотворение, по-моему, уместно везде. Его даже если на похоронах прочесть, оно придаст этому вообще бодрости. Спасибо вам большое, Ирина. Ребята, просто у нас сегодня ровно три года, как наш канал вещает на 31-й частоте. Кстати, спасибо всем телезрителям за три года. Вот, спасибо, Ира. Что хотелось бы мне спросить еще у вас, дорогие друзья. Традиционный вопрос тоже для нашей передачи. В чем заключается, есть ли у вас гражданская позиция и в чем она состоит? Да, этот вопрос ставит в тупик некоторых. Гражданская позиция, по-моему, очень простая. Жить честно, красиво, помогать друзьям и быть хорошим человеком, порядочным. Я не понимаю, почему наша аудитория не аплодирует. Спасибо. Ну что ж, продолжаем концерт. Напоминаю, в гостях у нас ребята из Нарвы, из Эстонии, группа «Авиню». На стене портрет отца и матери. За окном опять снега, белой скатертью. А в душе твои печальные глаза. Белый дым, туман, бродяга, мягко стелится. И прогнозам на декабрь мне не верится. Помню, как звучат твои последние слова. ПЕСНЯ 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 Не вернуть назад, не начать сначала. Что ни утро, то беда. Понедельники не дают расслабиться бездельникам. На снегу рябиной выложу я имя и пойду, куда глаза глядят. Что ни утро, то беда. Понедельники не дают расслабиться бездельникам. На снегу рябиной выложу я имя и пойду, куда глаза глядят. Что ни утро, то беда. Понедельники не дают расслабиться бездельникам. На снегу рябиной выложу я имя и пойду, куда глаза глядят. И пойду, куда глаза глядят. И пойду, куда глаза глядят. Группа «Авеню» у нас в гостях. Звонок от телезрителя. Пытливый вопрос от него. Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я поклонник творчества данных музыкантов уже где-то с примерно двухлетним стажем, наверное. А вы сам живете в Петербурге? Да. Вы сами. Я из Санкт-Петербурга. Я бы хотел сказать, во-первых, большое спасибо ребятам за то, что они делают. И у всей группы лично у Владимира совершенно потрясающая энергетика. И еще раз большое им спасибо. Там вопрос будет вот такой. В песнях группы довольно часто присутствуют образы животных. И в том числе и в оформлении сайта тоже присутствует довольно-таки симпатичное животное на фоне группы. И хотелось бы узнать, чем связан такой... Что у них с животными, да? Чем связан такой интерес, вот, и есть ли какие-либо животные музыкантов, вот, и... И не животные, а ли сами музыканты. Вот, и также хотелось бы такое небольшое пожелание выразить, что, конечно, очень бы хотелось получить их диск, потому что у меня скоро день рождения, вот, очень бы хотелось такой сделать себе подарок. Господи, а что вы говорите? Диск ваш уже. Я, мало того, я скажу, Ира, звонившая до вас, тоже получает диск за свое прекрасное тихоторение. И вы получаете диск. Спасибо. Вот, не за что. Саш, спасибо тебе на добром слове. В любом случае, диск будет у тебя, и мы его подпишем обязательно, поздравим тебя с днем рождения. А по поводу животных, конечно, мы себя где-то ассоциируем с нашими братьями меньшими. А по поводу того, есть ли у нас животные, по-моему, у Кирилла у тебя кошка дома, да, есть? Да. Вова, ты лучше расскажи про свои животные. Да, у меня живет такса маленькая, карликовая, такая вот, веселый друг. У меня попугайчик живет. А у Ильи был кто-то тоже, да? Пугайчик есть. Скажите, а вот есть ли фирменное животное в Эстонии? Потому что, ну, вот, у Белоруссии зубр, у России орел, у Австралии кенгуру, а у Эстонии есть какое-то животное фирменное? Есть, ласточка. Ласточка? Ласточка. Она, причем, по-эстонски называется суицупясеке. Это суицупясеке, переводится как, ну, курить, то есть, соответственно, делать и выводы, да, то есть, русский, ну, как бы, переводят как суицитам, а также курить, значит. То есть, курящая ласточка. Русские очень любят делать выводы, такие параллели проводить. Ну, да, в куриная ласточка. Ну, да. Ну, милое животное, символизирующее страну. А немного, это что, звонок у нас? Алло. Звонок, принимаем, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Юля. Я хотела задать вопрос, что вдохновляет играть, вот, эстонское такое вдохновление? Ага. Сложный вопрос. Спасибо, Юля. Откуда это эстонское вдохновение? Спрашивает Юля, по-моему, если я понял. На самом деле мы проживаем в городе Нарва. Это очень небольшой город, то есть, там население от силы 70 тысяч и процентов 95 в нем проживают русские, русскоязычное население. Поэтому эстонское настроение, да, или как было сказано? Ну да, эстонское вдохновение. Вдохновение, да. Ну, что-то вызывает однозначно, потому что мы некоторые песни поем, у нас есть даже несколько песен на русском, на эстонском. То есть, в перемешку. Класс. Немного такой вопрос. Спасибо, Юля, за вопрос. Теперь мой вопрос. Немного об истории группы. Когда вы собрались вместе, сколько вы уже играете? Группе в этом году буквально исполнилось уже 10 лет. А вот этот состав, который сейчас на сцене, работает где-то 5 лет последних уже. Прочно. Понятно. Ну что ж, желаем вам долгих лет сотрудничества. Спасибо. Друг с другом. Спасибо. И продолжаем наш концерт.